Четвертая книга Царств, глава шестая, с пятнадцатого стиха. Поутру служитель человека Божия встал и вышел. И вот войско вокруг города, и кони, и колесницы, и сказал ему слуга его, Увы, господин мой, что нам делать? И сказал он, не бойся, не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. И молился Елисей и говорил, Господи, открой глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями, колесницами, огненными, кругом Елисея. Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. Зрение человечества. Слабое зрение или отсутствие его вообще вызывают дискомфорт у человека. Неудобства определенные проблемы. Сегодня в мире есть много разных медицинских заведений, которые пытаются помочь человеку в этом отношении. И предлагают свои методики, свои услуги по улучшению зрения. Кому-то помогают, кому-то не очень. Но есть такие обстоятельства в жизни, которые, сколько бы ни усовершенствовался человеческий взгляд, человек не может их видеть. Это духовное зрение нужно. Духовное зрение. Чтобы видеть невидимое. Чтобы видеть Творца. Чтобы видеть спасение в Иисусе Христе. Только открытые глаза могут видеть спасение Божие. Царь сирийский Бенадад, после того, как со стороны руководства израильским государством была претенята такая беспрецедентная благотворительная акция. Напомню, что пророк Божий Елисей исцелил министра обороны Сирии, Неймана. И все-таки царь сирийский решается напасть на израильское государство. Неблагодарность, подлость, предательство, измена. Неприятно, когда по отношению к нам такие чувства кто-то проявляет. Сирийцы планируют военную операцию то в одном, то в другом месте. Но об этом становится известным израильскому государству. Пророк Божий Елисей раскрывает все их намерения, их планы и докладывает своему царю. Тот, соответственно, реагирует. Встревожилось сердце царя Сирии. Кто из наших в сговоре с врагом? Есть предатель. Ему говорят, что нет царя, никто. Но у них есть пророк Божий Елисей. Вспомни, когда твой министр недавно обращался к ним за помощью. Винодад приказывает арестовать Елисея. Окружают город Дафаим, где он жил. И сказал он, пойдите и узнайте, где он, где Елисей. Я пошлю и возьму его. И донесли ему и сказали, вот он в Дафаиме. И послал туда коней и колесницы, и много войска. И пришли ночью и окружили город. Поутру служитель человека Божия встал и вышел. И вот войско вокруг города и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его, увы, господин мой, что нам делать? Служитель Елисея испугался. Страх человека. Страх слуги человека Божия. Что нам делать? Панику. Большая сирийская армия на то время была вооружена по последнему слову техники. Современное оружие, колесницы, луки, стрелы. Он испугался. Современный человек. Его страхи, его переживания. Что нас пугает, братья и сестры? Политика, политическая обстановка нестабильная. Непостоянная экономика, или можно сказать, отсутствие вообще таковое. Война, болезни. Моральное разложение общества. Грех. В духовном отношении все наше общество вскоре в будущем будет жить в одном городе, называемом Садом. Отсутствие всякой святости. Человеку невыгодно жить свято. Он даже не стремится к этому. Увы, Господин мой, что нам делать? Отвечает Господь. Народ Божий, стремящийся к святости. Если ты живешь благочестиво, если ты борешься против греха, если ты не оскорбляешь Господа и не обижаешь людей, то я с вами, говорит Господь. Вторая глава книги пророка Захарии, стих 8. «Ибо касающийся вас касается зеницы оком моего». Это говорит Господь о своем народе. Те, кто пережил, некоторые, переживал некоторые медицинские такие процедуры, когда касаются зрачка его глаза, то согласится, что это довольно-таки неприятная процедура, болезненная. И Господь говорит, что тот, кто касается вас, касается зрачка моего глаза. Как реагирует Елисей на подобную ситуацию? Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. И молился Елисей и говорил, «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слугей, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Он совершенно спокоен. Он даже не думает о себе. Он все видит, и он удивляется, как это ты, слуга мой, не видишь того, что вижу я. Так все просто. Гора наполнена Божьими колесницами огненными. И ты, слуга, этого не видишь. Ты не видишь Божьей помощи. Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. Он молится. И Бог открывает глаза слуге. Он видит избавление Божье. Он видит Божью армию. Он видит Божью защиту. Он видит Божье спасение. Только открытые глаза духовные могут видеть Божье спасение. Физический глаз не видит духовного. Наш Бог, это Бог вездесущий. Он везде присутствует. А человек, бывает, не видит. Первый космонавт, когда прилетел из своего путешествия, его спросили, видел ли он там Бога. Он сказал, нет, я там его не видел. Было бы странным, если бы он своим человеческим глазом увидел Бога. Он не видел Бога. Физический глаз не видит духовного. Господи, открой ему глаза, чтобы он видит. Духовное зрение. Это зрение, которое видит то, что не видит физический глаз. Духовные глаза видят Господа. Они видят грех и знают, что это грех. Они знают способы борьбы со грехом. Они видят в распятом Иисусе Христе не просто человека, но видят спасение. Только открытые духовные глаза могут видеть спасение Божье. Слуга Елисея не видел до тех пор, пока Господь не открыл ему глаза. Что делать, чтобы видеть? Человек рождается слепым. И слепота – это часть его самого. Кто дает зрение человеку? Кто дает зрение ребенку? Только Господь, конечно. Мы можем водить слепых, помогать им, но мы не можем дать им зрение. Это исключительно в руках Божьих. Можно вставить искусственный глаз, можно носить хорошие очки, можно вооружиться современными телескопами, но если зрения нет, то все эти старания напрасны. Исцеление только от Господа. Одарить человека зрением такое же самое чудо, как и сотворение. Кому доступно сотворить глаз? Конечно, Господь. В Евангелии от Марка, 10 глава, читаем о том, как Господь исцелил одного из слепых людей, которые жили в то время в его местности. 10 глава Марка, стих 46. «Приходят в Ерехон, и когда выходил он из Ерехона с учениками своими и множеством народа, в Артемей, Сен-Кемеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышавши, что это Иисус на заре, он начал кричать и говорить, «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого, и говорят ему, «Не бойся, вставай, зовет тебя!» Он сбросил с себя в верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил, «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему, «Учитель, чтобы мне прозреть!» И Иисус сказал ему, «Иди, вера твоя спасла тебя!» И он тот час позрел и пошел за Иисусом по дороге. Господь, Иисус Христос, Бог, дал человеку зрение. Он собрил глаз человеческий, и мы видим здесь, что возвращает ему зрение. Кроме этого, братья и сестры, Господь дает не только физическое, но и духовное зрение. Духовное зрение не может дать ни одна земная клиника. Только небесная клиника, где главным врачом является Иисус Христос. Только Он дает физическое зрение, только Он дает и духовное зрение. И происходит это по желанию больного, по желанию слепого в момент его искреннего раскаяния. В Артемея заставляли молчать, но у него было желание прозреть. Точно так же и в духовном отношении. Если человек хочет прозреть, хочет видеть духовные ценности, хочет видеть спасение, избавление Господня, хочет видеть всю эту армию, в армию Непестную, в огненные колесницы, Он должен желать, во-первых, этого. И когда исцеление происходит, когда Он прозревает, начинает видеть спасение Божие, начинает видеть то, что увидел слуга Елисея. Как бы ни были разнообразные причины, по которым духовная слепота у человека, Господь исцеляет все эти болезни, все причины удаляет. 145-й псалом, стих 8-й. Господь отверзает очи слепым. Господь отверзает очи слепым. Никто иной, но только Господь. И еще один момент, который мы находим здесь, связанный с Елисеем и его слугою. Ходатайство за других. И молился Елисей и говорил, Господи, открой ему глаза. Ходатайство за других, это значит молитва за кого-то другого. Елисей видел, он молится за кого-то другого. Господь, открой ему глаза. Больной нуждается в посторонней помощи. Больные духовно нуждаются, чтобы кто-то помолился о них, Господь. Мы можем просить Господа открыть глаза людям. Почему мы должны это делать? Как минимум три причины. Во-первых, потому что молитвы других воздействовали в свое время на нас. Мы поздрели духовно или что-то другое получили от Господа по молитвам наших родителей, друзей, верующих людей. Вторая причина. Прозрение этого человека прославит Господа. Слушай, описанный с исцелением Партиемея, описан в трех Евангелиях. И только у Евангелиста Луки написано о том, что когда по прозрению он начал славить Бога, и другие люди, увидевшие это, тоже прославляли Господа. Когда человек прозревает духовно, он прославляет Господа, и другие окружающие тоже Господа прославляют. И третья причина. Иисус Христос умер из-за слепого духовного. И когда человек прозревает, этот человек начинает прославлять Господа. И Господня жертва не напрасно. Дорогие братья и сестры, какой итог мы можем подвести? Во-первых, самому не болеть духовно. Чтобы наши духовные глаза не закрывались. Чтобы мы всегда видели спасение Божие своими духовными глазами. Такие огненные колесницы, которые вокруг нас. Чтобы мы всегда помнели о том, что касающийся нас касается зрачка Божьего глаза. Во-вторых, просить Бога за других. Как молился Елисей. Господи, сделай так, чтобы он увидел Твою помощь, Твое спасение, Твое сбавление. Да благослови Господь нас в этом. Аминь. Аминь. Помолимся.